МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Москва очень большой город. Здесь хватает места всем. Русским, грузинам, узбекам, киргизам, осетинам, белорусам и еще много-много кому. А еще в Москве живет очень много армян. И все они занимаются разными делами. Кто-то продает еду, кто-то занимается бизнесом, некоторые снимаются в кино или выступают по телевизору. Но самый умный и добрый из всех армян это, конечно, Карен Георгиевич Магикян. В понедельник ему исполнится 49 лет. Но он все равно молодой и красивый. Я его очень люблю, потому что он мой папа. Отличная сочни. Не отличная, а хорошая. Не-не-не-не. Прекрасная сочни. Нет, хорошая, потому что есть ошибки. Нет ошибок. Все правда. На учительнице видней. Кто не хрустечка? Фолья Рашидовна. А, ну, фолья Рашидовна не виднее. Милый, а ты что делаешь? Ты понимаешь, мне 49 лет. Мне надо думать о своем здоровье. Тебе в глазах не темнеет? Темнеет. Темнеет? Да. Тогда, может, ты перестанешь, а то придется он не заботиться о твоем здоровье. Не говори глупости. Говори глупости. У меня есть подарок от любящей жены. Какой? Горячий поцелуй. Серьезно? Сейчас? Да. А если я не смогу остановиться? Ну, что теперь делать? Надоели эти смс-ки. Вот почему нельзя по-человечески позвонить, сказать, дорогой Карен, поздравляю тебя с днем рождения. Нет, надо написать. Карен, поздравляю тебя с дэрра. И скобка, двоеточие. Ну, что это такое? Это не скобка и двоеточие, это смайлик. Что? Ну, смайл. Английское слово смайл – улыбка. Переверни, посмотри, тебе улыбаются. Никогда не думал, что мне будут улыбаться скобкой и двоеточие. Почему не с точкой и тирой, например? Если так пойдет, скоро начнут выходить замуж и жениться по интернету. Уже жениться и выходят замуж. Серьезно? Поверь мне. Слушай, по-моему, этот мир просто сошел с ума. Просто с днем рождения. Спасибо. Вот. Я не беру, но ты шпися. Что? Где теперь? Папа, уважение! Спасибо, милая. Спасибо, принцесса. А теперь отпусти папу. Папе нужно в ванной болеть. Не смей. Я первый. Давай на счет три. Раз, два, три. Спасы, чёрт, шесты. Стой, прэп, стой. Ануш! Анушик! Я здесь. Кто бы сам одевался? Папочка, с днем рождения. Спасибо. Дай мне денег, пожалуйста. Конечно. Вон там, в спальне, в кармане возьми. И не бегай по дому. А я всю жизнь это будешь говорить. Ну, а в днем рождения побежал. Спасибо, милая. И ты не бегай. Папуля, с днем рождения. А! Папа! Кукла! Не бегай. Имей совесть, парень. Я на секундочку. Папа, ну там мало денег. Конечно, мало. Я отец трех дочерей. Возьми в другом кармане. Не бегай по дому. Сколько раз говорим? Папа, застегни. Слушай, это что такое? Вот это платье или все, что осталось от этого платья? Ты хочешь папе на день рождения и пак подарить? Вот платье, понимаешь? Вот. 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 Папа, не начинай. Я пока просто примеряю. Подожди. Послушай, у тебя три дочери. Ты что, не можешь платье застегнуть? Слушай, какой идиот придумал делать молнию на спине. Мужчина. Да. Вика, ванны свободны. Нет, нет. Занято. Занято. Кто? Бабушка звонит. Не бегай по дому. Это я не тебе. Что ты хочешь? А? В каком смысле? Что ты хочешь, скажи. Я тебе желаю. А ты знаешь, что хочет твоя мама? Мамачан, прекрати. Твоя мама хочет внука. Ты младший мужчина в роду. Девочки твои красавцы. Выдать замуж и все. Закончится макикяной, как еда на еврейском свадьбе. Мама, я уже не в том возрасте. Если ты не родишь мне внука, я тебя на свои похороны не позову. Ты знаешь, родишь тебе внука, ты потребуешь правнука. И ты не угоманишься. Это мои дела с ним, Иллес. Ну все. С днем рождения тебя, дорогой. Целую. И помни, что сказала тебе мать. Ты последний в роду. Ну что? С днем рождения тебя. Последний. Исмагикян. Мариша, а давай Егора позовем сегодня вечером на праздник, с папой познакомим. Ну, было бы неплохо. Но ты же помнишь, чем это обычно заканчивается. Подождите. Ну Егор-то хороший. Да Егор вообще самый лучший. Он мне тоже очень понравился. Слушай, только папе не говори, что мы с Егором знакомы. Окей. Ладно? Не переживай, у папы будет хорошее настроение. День рождения, Та, Высего, посоли яичницу, я пошла. Мама, мамочка, мамулечка, спасибо, спасибо вам. Он такой гласный, сам здоровский. Я вполне в мире. А где ты это взяла? Я, где вы прячете, от меня подарки. Нет, ну у меня просто нет слов. Давайте этой соплещью машину подарим. Ну, квартиру в центре Москвы. Ей же все мало. То есть моя девятилетняя сестра будет ходить с пятым айфоном, а я с этой допотопной фигней? Почему ей все, а мне ничего? Почему ей все, а мне ничего? Хватит мне сказать. Успокойтесь обе. Это подарок папе на день рождения. Мы отдадим его только вечером. Понятно? Обе за стол. Быстро. Карен. Да, иду. Иди. Ну вот. Вот и все в сборе. А что, у нас сегодня какой-то праздник? Угу, 49 лет этой шутки. Вика. Что? Я тоже сегодня хочу день рождения. Кто обидел мою принцессу? Принцесса сейчас будет есть кашу. А я не хочу кашу. А что ты хочешь? Я хочу айфон. А ну ж. Кто забил голову ребенка, это ерунда. Вообще, что за эти гаджеты, маджеты? Смиджеты. Не поясничай. Нет. Вообще-то новое поколение, певси, оно меня пугает. Слушай, мне страшно, когда мой телефон умнее меня. И вообще. Телефон должен звонить, часы должны показывать время, фотоаппарат должен фотографировать, а мы опаздываем. Быстро встали. Руки в ноги вперед. Я на работу, вы в школу. Быстренько. Доешь, спокойно доешь. Поешьте спокойно. Здорово, Карен Георгиевич. Привет, Назар. Ну что у нас снова? Да, пригнали японца, так у него проблем полный багажник. Назар, ты уже сто лет живешь в Москве. Надо говорить, багажник. Багажник? Нет. Багажник. А. Вот. Вот. Привет, Ваймурат. Саламу алейкум. Как дела? Ты понял? Нет. Опять стойки стабилизатора. Нет, ему надо самокат покупать, а не машину. Слушай, а как ты понимаешь, что он говорит? Я не понимаю, Назар, я сердцем чувствую. Привет, сэр. Пару, Блёш. Пригнали фильтр поменять. Что ж не меняешь? Так на воздушном болты закисли. Ха, болты закисать у безруких. Дай мне. Поэстро. Умение раскручивать гайки сделала из обезьяны автомеханика. Это что за? ПОЗДРАВЛЯЕМ! ШНОРОВАР! Спасибо. Не ожидал. Ух ты. Айфон. Карен Юрьевич, это последняя модель. Здесь камера 8 мегапикселей и 4-дюймовый экран. Зашипись. Зашипись. Ну и какой ты сделала вывод из папиного пламенного монолога? Ну, то, что идеальным подарком для папы на день рождения будет паровой двигатель. Нет, подожди. Ну, может, мы что-нибудь из одежды подарим? Дарили уже. Может, что-то в машину? Вы проехали поворот. Вы проехали поворот. Вы проехали поворот. А может, что-нибудь миленькое? Ну, как мои красавицы? Мама! Что? Погоди, я, кажется, придумала. Подарок мужчине должен выбирать другой мужчины. Никон. Точно. Деньги. Ну, что это? Даже кнопка для Дэбби. А вот это телефон. Спасибо, спасибо, ребят. Здорово, ребят. Привет. Здорово, ребят. Здорово. Привет. Главный кто? Я. Ага. А звать как? Карин. Георгиевич. Поймра. Это, слышишь, Георгиевич, иди посмотри, у меня что-то какая-то с компьютером проблема. Постоянно ошибку выдает. Вы работаете, нет? Поезжай-ка ты, дорогой, в Сколково. Куда? Ну, или в Силиконовую долину. В общем, туда, где делают эти компьютеры. У нас простая станция технического обслуживания. Мы ремонтируем старые, добрые моторы внутреннего сгорания. Паня, ты просто не ремонтируешь то, что умнее тебя. Все, все, все. Что? Интересная машина. Тю, что мне интересного? Под капотом 200 лошадей. А за рулем один мешок. Мама, мы дома. Мама, мы дома. Не одеваемся, идем мне помогать. Мама, это че, Пуша? Где вы ходите? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Обувь сними! Ты Егору собиралась позвонить? Собиралась. Алло, привет, моя любимая армянская женщина. Привет! А ты не забыл купить подарок для папы? Да нет, нет, конечно, не забыл. А что купил? Это сюрприз. Ну, ладно, слушай, только не опаздывай, папа этого не любит. А я скоро подъеду. Все, давай-давай-давай, пока-пока-пока. Здрасте, еще раз. Да это опять ты? Слушай, смотри, компьютер, у тебя голова не работает. Извините, я просто вот... Все просто, ты не видишь две сплошные линии, вот куда ты лезешь? У тебя пожар, у тебя ж жена лажает. У меня нет жены. Ну, неправильно, потому что такой критик, как ты, не должен разножаться. Что вы так орете-то? Все целы, здоровы. Ну, на машинах не царапина орете, как будто папа за рулем. Ну, папа, какая папа? Отожди! Ну, бейте, ну, бейте, ну, бей, бейте. Ах, как тебе помнилось, что у меня трое детей, я не хочу, чтобы из атакового прощаныки, как ты, они остались сиротами. От машины отойдите. Еще раз, увижу, убью. От машины отойдите. Спасибо. Пошел, Бо! Щенок! Папа пришел! Принцесса моя! Опа! На самом деле, Борисович, папу могли привезти дяди в белых халатах, потому что, слушай, один латый латый латый... Карель! Вика, отнеси, пожалуйста, папин портфель. Привет, папа. Привет, милая. Вика, отец, достань, посмотрите, что мне мои подарили на работе. И вот такие деньги на такую ерунду. Айфон! Айфон! Оф, нет, я и всем снижу зарплату. Ну, ладно, папочка, успокойся. Привет, милая. Сегодня такой день. А, ну да. Я хочу, чтобы ты кое с кем познакомился. Конечно, Борисович, но сейчас твой папа с удовольствием познакомится с пятьюдесятию граммами конечка. Ч-ч-ч-ч. Вот как раз пришел мой парень. Заодно выпьешь с ним за знакомство. Какой парень? Какой парень? Хороший, хороший. Наташа, распитие спиртных напитков с незнакомыми людьми приводит к бытовому насилию. Как звать? Егор! Компьютер не барахлит. Нет. Кондиционер сломался. Поэтому, дорогой, я вижу, ты вспотел. Так, жарко у вас? А вы что, знакомы? Да. По работе пересеклись. Огуртик? Да. Вот это вам от нас. Поздравляю. Айфон! Айфон! Спасибо. Папочка, мясо очень вкусное. Да, очень вкусно. Да. Мясо великолепное. Вы сами мариновали? Вы знаете, Егор, то, что я армянин, еще не значит, что я шишлычник. Карен. Папа. Ну, мне это хотел сказать. Егор, вы расист. А Карен, съешь, пожалуйста, салат. Не хочу я салатить. Чуть-чуть. Не хочу я салатить. Карен, это твой любимый салат. Папочка. Папочка. Мой батюшка. А мясо у меня действительно вкусное, потому что мариновать его мне научила моя прабабушка. То есть, твоя прабабушка. И твоя тоже. И твоя. Рассказать? Конечно. Конечно, конечно. Расскажите, конечно. Я не тебе расист. Карен, ну, пожалуйста. Я с семьей. Егор, скажите, пожалуйста, а у вас есть волосы на спине? Ануш. Ануш, а у тебя есть чувство так? Ирика, подожди. Ануш, что это? Да что? Ну, ты ведь мне сама сказала, что твой будущий муж должен быть во всем похожий на папу. О, призбавляйся. Егор, скажите, пожалуйста, а вы москвич? Егор, скажите, а вы москвич? Ну, мам, ну она опять меня передразнивает. Мам, ну она опять меня передразнивает. Ануш, перестань, пожалуйста, передразнивать Вику. Вику, перестань задавать бестактные вопросы. Что? Нормальный вопрос? Марашня не может задавать вопросы такие. Это бестактно. Так, кстати, Егор, вы москвич? Да, я коренной москвич. Знаете, недавно мне предложили переехать в Петербург. Ну, там лучшие условия для бизнеса, но я отказался. Почему? Ну, потому что я считаю, что человек должен жить там, где он родился. Вы знаете, это правильно. Да? Не понял. Карен Георгиевич, знаете, я не это имел в виду. Не, а что ты имеешь в виду? То есть, если я родился... Я прошу тебя, пожалуйста, съешь салат? Ну что ты, Наташа, мне кусок в горло на чужбине не лезет. Карен Георгиевич, если вам что-то не нравится, то я готов уйти. Ну что вы, ну, просто... Егор, я говорю глупости. Почему глупости, Марен Георгиевич? Первая здравая мысль, пришедшая ему в голову за этот вечер. Папа! Марин, если твоего отца так раздражает мое присутствие, то я, наверное, я, наверное, останусь здесь подольше. Наташич, заберни ему мясо, толму, кусочек тарта. Он уходит, пусть с собой забирает. Папа, прекрати! Карен, папа! А, то есть, это и есть ваше знаменитое кавказское гостеприимство, да? А это твое знаменитое московское хамство, да? Так, ешь салат. Не хочу салат! Папа! Все! А что ты хочешь? Что? Мясо! Пожалуйста! Да подождите, вы на мясо не налегайте, это же для сердца плохо, холестерин сплошной, ну? Вот это мне уже надо. Все, мне надо... Я думала, у меня трое детей, а оказывается, пять. Молчи, иначе ты останешься без сладкого. Вика, пожалуйста, принеси торт. Вика, я сам. Вот уж. Карен! Кому тортик? Мне, мне, мне! Вы знаете, Егор, мои девочки привыкли, когда за ними ухаживаю я. Дайте мне торт. Карен Георгиевич, можно я? Это мой торт, поэтому отдайте его мне. Я умрала. Отдай, отдай! Егор, бегите. Доброе утро, папа. Доброе утро. Дверь закрой. Ладно, не переживай. Я надеюсь, что все как-то... Мариней! Мариней! Ты мне ничего не хочешь сказать? Нет. А что, что-то еще случилось? Как что случилось? Ты беременна. Ты беременна? Это же позор, понимаешь? Позор! Незамужняя дочь Арменина беременна от этой московской златовласки. Папа, но это... Стоп, папа! Этот твой Егор не мог придумать какой-нибудь другой вариант, чтобы войти в мою семью? Или только тот, чем он думал? Конечно, что сейчас я могу делать? Приходи, дорогой Егор. Живи у меня дома под одной крышей. Называй меня папой. Браво! Ладно, папа. Думай, что хочешь. Слушай, ты понимаешь, что я сегодня должен был постареть на один год? А я постарел на десять. Твоя мать об этом знает? Я надеюсь, что мама об этом знает. Иначе у нас проблемы, потому что это не мой тест. Что значит не мой тест? А чей? Ты хочешь сказать, что в этом доме, то есть в моем доме еще кто-то беременный? Карен, Карен, не кричи на нее, это мой тест. А ты ее не выгораживай. Она во всем призналась. Я ее не выгораживаю. Я беременна. Что это значит? Это значит, что у нас будет еще один ребенок. Ну как? На меня сейчас нельзя кричать. А, ну да. Как? Ну как у тебя трое детей? Ты не знаешь, как это делается? Ты не рад? Нет, рад. И действительно, я очень рад. Но, если это опять будет девочка, то... То что? То я буду любить четырех девочек. Подожди. Ну, если родится мальчик... Я буду любить весь мир. И Егора? Нет. Да. Нет. Да. 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 Ну ладно, да. И этого про жилыгу тоже. Так, ну я опять что-то пропустила, да? Ну ничего, кроме того, что я больше не буду самой младшей. Не поняла. Ну, мне будет ребенок. Ну, ты па. Привет, Карен, дорогой. Привет, папа. Здравствуйте, дедушка. Прадедушка, дядя. Здравствуйте все, дорогие умершие родственники. С днем рождения. Спасибо. С праздником. С днем рождения, сынок. Спасибо. Да, Каренчан. Ну, рассказывай. Как делишки? Ну как, все хорошо. Не ври. Что хорошего? Тебе 49 лет, а у тебя до сих пор нет сына. Будет. Наташа уже беременна. Не факт, что будет сын. А вы поговорите с кем надо, чтобы получился мальчик. Ты что думаешь? Мы умерли, сидим тут, выпиваем, разговариваем, ничего не делаем. Твой прадедушка сходил куда надо и разговаривал. И что? Через три месяца будет ответ. Через три месяца я и сам узнаю. По УЗИ. Ты думаешь, тут как-то иначе узнают? Пускай он лучше про свою дочь расскажет. Карен, мало того, что Марина беременна и не замужем, так она еще беременна не от Арменина. И что мне делать? Что ты там бурчишь? Ну и что? Я тоже женился на русской. Все хорошо. Хорошо? Я умер, когда узнал об этом. Дедушка, вот только не надо. Тебе было сто два года, когда ты умер. Ну да. Карен, родной, надо что-то делать. Ты не можешь опозорить наш род. Ты последний из мальчикян. И еще. Дай телефон позвонить. Папочка, ну дай телефон. Папочка, ну дай телефон. Дай, дай, дай. Пап! Дай мне, пожалуйста, свой телефон позвонить, а то у меня деньги кончились. А, да, возьми там. Спасибо, пап. Доброе утро. Доброе утро, милая. Я люблю тебя. И я тебя. И вас люблю. Обоих. Ты уже встаешь? Угу. Надо идти решать вопросы, чтобы не опозорить род мальчикян. О, боже мой, тебе опять родственники снились. Нет, при чем здесь родственники? Просто есть вопросы, которые надо решать. Решай. И вопрос номер один. Где мои носки? Там. Ну что, Каренчик, значит твоя Марина беременна? Да. Чуть-чуть. Конечно, чуть-чуть. Я же не говорю, что она сильно беременна. Да, Карен Джан, это проблема. Слушай. Надо же ее как-то решать. Конечно, надо решать. И что ты думаешь? Я пришел к тебе как к умному человеку, как к хорошему другу, а ты мне все время вопросы задаешь. Лавить, давить. Ну смотри, если она беременна, ну не замужем, это позор? Конечно, позор. А что, у вас у грузин не так, да? У нас так же. Просто я подумал, может вы, армяне, менее чувствуете к таким позорным вещам? Нет, не менее. Я понял. Значит так, мы разобрались, если она беременна, но не замужем, это позор. Позор, Давид Джан, позор. Но если она беременна и замужем, это позор? А какой это позор? Конечно, нет, это нормально. Нормально. Слушай, Карен, а если муж не армянин, это позор? Не позор, но, знаешь, немножко обидно. Значит, мы имеем позор и немножко обидно. Выбирай. Ты хочешь сказать, что Марина должна выйти замуж за этого рыжего прощлыгу? Я ничего не хочу сказать. Что бы ты ни решил, можешь рассчитывать на мой ресторан. Выберись позор, накроем стол, посидим, погрустим. Выберись, немножко обидно, накроем стол, посидим и такую свадьбу устроим. Вообще. Что у тебя в ресторане на следующей неделе? А что на следующей неделе? Моя Марина выходит замуж. Да! Выходит все-таки! Поздравляю! Спасибо, дорогой! Ну? Слушай, Карен, а этот Егор? Да? Согласится жениться? Вот это проблема. Слушай, надо же ее как-то решать. Ну, надо, конечно, решать. Надо. И что ты думаешь? Ну, думаю, что решу. Наверное. Понимаешь, а им к психиатру надо, а не к гинекологу. Птица, привет! Радостная, ну что, что, как все прошло? Да все, ничего. Здорово, Мариночка. Пойдем кофейку выпьем, я тебе все расскажу. Какой кофе? Ты что, спятила? Какой кофе? Ой, ну не исключай гинеколога. Зря я тебе вообще про беременность сказала. В общем, это я тебе сказала про беременность и без всяких там этих тестов. И, между прочим, моя дорогая, тест вчера это подтвердил. Поэтому конфеты с коньяком тебе тоже нельзя. Леночка, милая, я родила троих детей, четвертого уж как-нибудь рожу Марине теперь. Рассказывай, пожалуйста, что ей делать, а чего не делать. Запиши ее, пожалуйста, к себе на прием. Зачем? Она же была у меня вчера, все хорошо. Скажи, пожалуйста, чего хорошего? Замуж не вышла? Детсут не закончил, уже беременна. Кто беременна? Марина. Как беременна? Она вчера еще была не беременна. Как не беременна? Она же мне сказала. Милая ма, ну кому ты веришь? Дочери своей или врачу-гинекологу с огромным опытом? Не, ну конечно тебе птица. Просто не понимаю, зачем она мне соврала. Ну, это уже вопрос не ко мне, а к... Ивану Ивановичу. Ко психиатру. Не надо. Еще по одной конфетке. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте, Карен Георгиевич. Приехал. Молодец. Заходи. Чувствую себя как дома. Как ты думаешь, зачем я тебя пригласил? Не знаю. Может, для того, чтобы извиниться за вчерашнее? А, ну да. Ты знаешь, у нас у армян так принято, когда взрослый, состоявшийся человек, отец семейства, приглашает такого рыжего молокососа, как ты, чтобы извиниться за то, что он испортил ему праздник и, главное, опозорил дочь. Карен Георгиевич, что вы себе позволяете? Вы думаете, я приехал сюда, чтобы вот так выслушивать ваши оскорбления? Спасибо. Откройте ворота, пожалуйста. Стоять. Вы что, действительно хотите мне угрожать этим водяным пистолетиком? А нет, ну что ты, нет. Просто я хотел тебе разговаривать, что у нас у армян есть такой обычай, знаешь, праздник. Такой, водяной. Все собираются, обливают друг друга, все смеются, всем весело. А никто никого не обижает. Ты же хотел, чтобы я извинился. Ну, получай. СМЕХ СМЕХ Вот тебе за хамство, вот тебе за наглость, вот тебе за испорченный день врачения. Вот тебе за самоуверенность. А ну не смей, щенок. А ну не смей, щенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поручше идем поговорить. Давай. Раз. Два. Три. Вы что? Вы что? Вы же все сказали! Я не сказал все, все. Алло, да, мам. Марина, почему ты мне сказала, что ты беременна? Нет, я не говорила, что беременна. Это папа сказал. Я просто не стала отрицать. Ну, что мне оставалось делать? Ну, пусть он теперь походит, помучается, свыкнется с мыслью, что у нас с Егором все серьезно. А если он узнает? Да откуда он узнает? Только если ты ему не скажешь. Ну? Мама, ты же ему ничего не скажешь? Ты же за меня? Мама? Конечно, за тебя. Ну, вот и хорошо. Вечером поговорим. Пока. На день. Выпей. Нет, спасибо. Я за рулем не буду. Слушай, это армянский коньяк. Его и за рулем можно пить. Пей. Нет, спасибо. Ну, ладно, расскажи, кто ты, что ты. Хотя это меня не интересует. А, расскажи, кто твои родители. У меня отец бизнесом занимается. Они сейчас с мамой в Праге живут. А, то есть ты живешь за счет родителей. Мажорик? Нет, нет. У меня своя компания. Ну, такого прошелыги, как ты, не может быть своей компанией. Садись. И чем ты занимаешься? Основной род нашей деятельности – это арбитраж трафика. Ага. Ну, вы, наверное, не в курсе, что это. Слушай, я сам в 90-х годах по ночам на своей собственной Волге трафиком занимался. Нет, это не этот трафик. Трафик в интернете. Мы занимаемся покупкой и последующей перепродажей ранее купленного интернет-трафика на более выгодных условиях. Понятно? Шпекулянт. Да какой спекулянт? Ну, это компьютерный бизнес. Ботаник? Да какой ботаник? Ну, я директор ботаников. И сколько ты зарабатываешь, директор? Ну, по-разному. Ну, в этом месяце будет тысяч 9. Ну, в следующем больше. Девять? Слушай, мой бой Мурат больше этого зарабатывает в месяц. Ваш бой Мурат получает 9 тысяч евро? А, евро? Нет, конечно, немножко меньше. И потом, зачем механику евро? Слушай, я не понимаю. Вот ты неплохо зарабатываешь. Вроде хорошо одет. А почему поступаешь не по-человечески? Вот почему сначала ребенок, а потом женитьба? Какой ребенок? И Марина все рассказала. Я все знаю, что у вас скоро родится сын. Надеюсь, что сын. Я даже знаю, на кого он будет похож. Ты что, не знал? Ты не знал, что у тебя родится ребенок? Так, стоп. Мне нужна Марина. То есть Марине. Не надо никуда звонить. Надо ехать. Куда? Решать вопросы. Папа? Джан? Егор? Привет. А что вы здесь делаете? В таком виде? Ну, это мы… Он всех глушит. Да. Марин, послушай, пожалуйста, мы тут разговаривали с твоим отцом, и он мне кое-что сказал, но я хочу, чтобы ты сама первая… Подожди. Подождите, я… Подожди, я тебе говорю. Скажи ему, что ты беременна. Да, я беременна. Я же тебе говорил, армянская женщина никогда не брет. Марин, я понять не могу, а то, что я узнаю… Ну, ладно. Потом договоритесь, сейчас мы спешим. Пошли. Вы куда? А, ну, да, в этой машине. Я же тебе говорю, они никогда не врут. Надо идти к маме. Ну, и куда мы едем? Вопросы решать. Алло. Егор, если папа рядом, не говори, что это я. Привет, мамуль. Это твоя мама? Дай мне трубку. Слушай, дай мне трубку. Ой, как ее зовут? Екатерина Петровна. Екатерина Петровна? Здравствуйте. Здравствуйте, Карен Георгиевич. Ой, откуда вы меня знаете? Вы ведь отец Борин, а? Егор мне про вас очень много хорошего рассказывал. Хорошего? Да, только хорошего. Разве может быть плохим человек, у которого такая замечательная дочка? Спасибо. Слушай, мама про беременность знает. Кто? Мама. А, мама? Да нет, откуда? Я же только что узнал. Тогда не будем говорить, пусть это будет сюрпризом. Был очень рад с вами познакомиться. Да. До свидания. Какой хороший голос у твоей мамы слышит. И что-то очень родное в нем было. Положите гипертоническим раствором соль, сода. Всего хорошего. Хорошо, спасибо. Вам привет. Ты что здесь делаешь? Мне надо с тобой поговорить. Что-то случилось? Сегодня папа с Егором приезжали ко мне в университет. Зачем? Ну, чтобы я подтвердила Егору, что беременна. Так, теперь Егор думает, что ты беременна. Нет, его я предупредила. Ты доиграешься, моя дорогая. Ну, чего доиграюсь, мам? Да. Пока все хорошо. Они, кстати, с папой нормально общаются. Только они одеты были странно в комбинезонах рабочих, и от них пахло коньяком. Коньяком это неплохо. Папа у нас с кем попал, а коньяк не пьет, ты знаешь. Ну, вот видишь. Что от меня надо? Ну, я хочу, так сказать, закрепить этот локальный успех. Надо Егора сегодня пригласить на ужин. Вместе посидим, и пусть они с папой еще больше пообщаются. Логично, надо Егора вводить в семью. Не тряси мне там волосами. Стерильно. Ты знаешь, я думаю, не надо такую большую свадьбу делать. Так, в семейном кругу, сколько у тебя будет гостей? Вы знаете, я не думал. Ну, человек тридцать. Итого, человек двести тридцать. Ну, если еще и то хотяны, то двести пятьдесят. Двести пятьдесят? Да. Слушайте, может, я хотя бы по ресторану решу? Не-не-не, Егор Джамп, все вопросы решены, все сделано на работу. Слава Богу. Извини. Алло, да, милая? Миленький, а давай сегодня Егора в гости позовем? Ну, просто вчера неловко вышло, и потом обстоятельства изменились. Он согласен. Да. Пока, родная. Слушай, какой ты везучий, Егор. У тебя будет молодая и красивая жена. Тебя сейчас на ужин пригласили. Девять тысяч евро в месяц. У тебя точно нет армянских корней? Нет. У детей будут. Да? Да. Папа, папа пришел! Здравствуйте. Это вам. Ой, как приятно. Спасибо большое. Раздевайтесь, проходите. Куда торопишься? Давай. Марин. Марин. То есть, Марине. Ты знаешь, как я тебя сильно люблю. Сегодня я узнал, что ты беременна. Это было неожиданно. Но ты знаешь, я был счастлив. Он был счастлив. Когда узнал, был очень счастлив. Выходи за меня. Егор, можно тебя на минутку? Мы скоро. Как минуту? Почему минуту? Что происходит Наташе? Я не знаю. Может, ей надо подумать. Ты что, с ума сошел? Какой замуж? Какая свадьба? Я тебя подыграть просила, а не предложение делать. Чего подыграть? Что, я беременна? Я не понял. Ты что, не беременна, что ли? Ты что, не получал мою смс-ку? Какую смс-ку? Палечка, дай мне, пожалуйста, телефон позвонить. А то мне деньги закончат. Да, Милович, сейчас. Григорь, да, звони. Спасибо. И звони сколько хочешь. Это телефон Егора. Коры. Что, знаешь, сколько он зарабатывает? Свадьба на 250 человек. Ну, да. Мы только что договорились. Угу. Ну, это, наверное, с тэхотянами вместе. Да, с тэхотянами. Сколько времени они там сидят? Что они делают? Да подожди, имей терпение. Может быть, ей надо подумать. Ну, пусть сначала скажет, а потом думает. О, Марина не беременная? Почему я всегда все последнее узнаю? Что значит, не беременная? Откуда ты выдумываешь? Чего не выдумываю? Значит так, я вижу только один вариант. Мы сейчас с тобой выходим. Да, мы выходим, и ты говоришь, что ты согласна. Все. Нет. Хватит врать. Мы сейчас выходим и говорим, что я не беременна. Так ты не беременна? Папочка, я сейчас все объясню. Что объяснишь? Этот обман? Карен Георгиевич, я вас не обманываю. Ты молча, пляк. Я не с тобой разговариваю. Папа, я тебя не обманывала. Ты сам все придумал. Что придумал? Слушай, когда мы с этим прошел, Игорь пришли, ты почему сказал, что беременна? Потому что ты меня попросил. Я? Что попросил? Чтобы я подтвердила Егору, что беременна. Вот я как послушная армянская дочь, подтвердила. Ты что из себя сейчас дурочку строишь? Карен Георгиевич, если вопрос только в этом, это дело 30 секунд. Ты молчи. Какие 30 секунд? Слабак. В общем, даю тебе 30 секунд, и чтобы тебя здесь больше не было. Одинся и уйди. Егор, Егор, тебе лучше уйти. Куда? Ага. Я сейчас дурак выйду, а он меня там прибьет, да? Нет, он дал слово. 30 секунд у тебя еще есть. 25. 20. Карен. Что Карен? Что Карен? Что ты хочешь? Видишь, что? Стой, собляк. Оставь папу. Я тебя убью. Я тебя шею сверну. А ну, что отсюда? Папа! Что? Папа! Папа, Егор забыл свой телефон. Нет, он ему не нужен. Это теперь твой. Классно. Ну что, Карен, как дела? Как будто вы не знаете, что Маринэ не беременна. Нет, знали, конечно. Просто было интересно посмотреть, как ты там бегаешь, суетишься. Я тут волнуюсь, нервничаю, а им там интересно. Карен, что ты кричишь на оставших? Если ты устал, нервничаешь, волнуешься, давай к нам. Вон твое место. Ждет тебя. Нет, я пока лучше тут побегаю, поволнуюсь, вопросы порешаю. Чего молчишь? А что? Разве что-то случилось? Нет, ничего. Просто кто-то в свои 49 лет ведет себя, как ребенок. Испортил семью вечер, чуть не подрался с Егором. Я просто хочу, чтобы Маринэ была счастлива. Прекрасное желание. И как это связано с тем, что ты чуть не подрался с Егором? Мне казалось, что связано. Ему казалось. У тебя голова на плечах есть? Ты же армянин, а ведешься, как грузин. Повторим, чем отличаются армяне от других народов? Мудростью. Молодец. Добротой. Еще третий. Уравновешенностью, балбес. Точно. Что? Трудно запомнить? Уравновешенность. Молодец, выучил. Еще иди. Завтрак остынет. Что? Завтрак остынет. Завтрак остынет. Завтрак остынет. Завтрак остынет. Проснись, проснись. А кто спит? Не, я просто думаю. И вот, что я хочу сказать. Маймеджин, папа, извини меня за вчерашнее. И потом, просто ваш папа потерял уравновешенность. Чуть-чуть. Ага. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. 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 Много-чуть. Какая разница? Мы же не будем сейчас это как на рыбе взбешивать. И вот, что я хочу сказать. Я хочу извиниться. А знаете почему? Потому что? Потому что наш папа мудрый. Молодцы. И не только мудрый, но и добрый. Да. Предлагаю всем вместе сегодня пойти в ресторан. Это хорошая идея. Примирительный обед. Угу, конечно. Опять пойдем к дяде Давиду шашлыки на халяву есть. Ты как с отцом разговариваешь? Это трибунок родился скептик. Политчан не на халяву, а просто с большой скидкой. И кача. А давайте пойдем в японский ресторан. А я тоже хочу в японский. Папа, пожалуйста, ну поди мне, ну поди мне, пожалуйста. Квасит! Никакого японского не люблю. Я эти ваши щупальца, мупальца, эти палочки, эти всякие мяки. Все, никакого японского. Папочка, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Папочка, ну пожалуйста. Не знаете, что я японский не очень люблю, но я же не буду из-за этого скандалить. Потому что ваш папа не только мудрый и добрый, а еще и уравновешенный. Это правда. Ну сколько можно собираться? Готовились ехать обедать, а едем на ужин. Ужин. Ой, какая красота. Какая оранжирина. Нет, с такой красотой надо ехать только в армянский ресторан. А ну, по крайней мере, по-французски. Папочка, пошли в японский. Ну хорошо, пусть будет японский. Егор, привет. Что делаешь? А мы сейчас всей семьей идем в ресторан. Если хочешь, подъезжай. Конечно, папа, папа не против. Что? Ну ты же сам говорил, что это примирительный ужин. Вот и помиришься, извинишься. Перед кем? Как перед кем? Егор, для тебя никто? Нет, он никто, ничто, нигде и никогда. Ах так? Тогда я никуда не поеду. Оставайся, потому что я тебе не разрешаю. Сиди и голодай. Пошли. За мной. Я не пойду. Я кому сказал? Девочки, быстрее. Выходим. Это вам нравится, да? Это очень-очень вкусно. Вкусно. Пожалуйста, ваш шашлык. Вот это шашлык. Тш-тш-тш. Карен, не ругайся, пожалуйста. Я? Ну что ты, я не ругаюсь. Баллик Дзен, разве я ругаюсь? Нет, я не ругаюсь. Я просто хочу понять, это шашлык или нет? Тш-тш. И может, он ошибся? Пожалуйста. Может, это шашлык из детского меню. На, Баллик Дзен, поешь. Позови директора. Карен! Что? Здравствуйте. Арташес Саркисович. Арташес? Баре в Арташем. Карен Магикян. А, баров здесь, Карен, баров здесь. Как жизнь, дорогой? Очень хорошо. Шатлов. Вот семью пришли к вам отдохнуть. Жена Наташа. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочки, красавицы. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие проблемы, дорогой? Мама, ты что, отвендру? Уже, да. Нехаться, но мисс. А сейчас хороваться. Вы хороваться сужу? А. Ну, мисс. Сейчас все сделаем. Гнанг им кабинет и лав каньяк уны. Ух, двадцать. Пожалуйста, не больше ста грамм. Папа. А, Джон? Она говорит по-армянски? И я. Дети говорят. Вика, Джан, не банахся. Пап, ян-то хоть смутун. А? Ха-цэ мутун. Ну, хорошо. Ха-цэ мутун. Слава тана. Пойдем, пойдем. Коньяк стынет. Это замок графини Монте-Кристо. Ага. Суши заказывали. Да. Проходите. С вас тысяча рублей. Ну, откуда у бедной узницы деньги? В расчете? Нет. Охрана когда вернется? Не скоро. Я только что разговаривала с женой начальника тюрьмы. Все, Карина Тяна, наслаждайся, получай удовольствие. Сейчас принесут настоящий шашлык. Спасибо. Да. А если что-то надо, вот. Угу. Позвони, администратор все сделает. А мы не лавдзилов. Спасибо, родной. Я уверен, что нам здесь будет нормально. Здесь будет... Я своим глазам не лею. Ты понимаешь? Я не лею. Ты просто красавица. Можно покой? Кореш, а? Слушай, постарел. А Наташка все такая же красавица. Спасибо. Потрясающе. Лев. Ты что, забыл? Лев Сандлер. А мы вместе учились в институте. Да, Лев. Который уехал. Да? А теперь приехал. Там было плохо. Ну, почему? Нет, там было, там было. Прекрасно. Сколько лет прошло? Двадцать лет. Двадцать. Двадцать лет. Двадцать. Да, да, да. Ты помнишь института? Да. Ты помнишь, что мы там творили? Ты помнишь, как я по этажам с тобой творил? Ты помнишь, как мне сирень дарил. Сирень? Да. Я тебе все цветы мира подарил, дорогая. А ты? Ты помнишь, что я тебе три раза предложение делал? Три раза? А у Льва здесь деловая встреча. С тобой. Ну, что ты, ну, Каран, ну как со мной? Мы не виделись 20 лет, вот. Слушай, какая цифра. Угу. Могли бы столько же не видеться. Ну, все, извини, нам пора. Девочки встали. Подожди, подожди, подожди. Как? Я думал, мы как-то поговорим все, повспоминаем. Вот, ты знаешь, нам тоже хотелось с семьей посидеть, поговорить. Это что, твои дочки? Это мои дочки, да. Карен, ты же не поел. Ничего, главное, вы поели. Да, ты как юбилей домой. Домой. Карен, хорошо. Была рада тебя видеть. Пока-пока. Пока. Наташа, ну, мы пошли в ресторан, чтобы помириться, а не поссориться. Почему ты дуешься? Карен, ты, конечно, меня прости, но ты становишься невыносим. Почему? Потому что ты даже не замечаешь, как ты обижаешь людей. Э-э-э. Э-э-э. Чуть не подрался с Егором. Марины обиделась. А скажи, вот скажи, пожалуйста, что ты на льва набросился? Потому что этот леп пытался наброситься на мою жену. Я тебя защитил. Ты меня защитил? Да. Ты видел свое лицо при этом, как ты меня защитил? Э-э. Что? Вот Марина, между прочим, целый день из дома не выходит. Да вот, с Мариной нехорошо получилось. Согласен? Да, нехорошо. Так надо пойти и извиниться. Ты мне не указывай, что мне сделаешь. Вот сейчас пойду и извинюсь. Так вот, пойди и извинюсь. Вот назло тебе «пойду и извинюсь». Потому что это мой ребенок. Ну, конечно, я к этому ребенку никакого отношения не имею. Тсс. Папочка. Чего? Я тебя очень люблю. И совсем не обижаюсь. Да? Да. Вот видишь, она совершенно не обижается. Потому что понимаешь, что папа всегда прав. Тебе просто очень повезло с детьми. Да. И с женой. Ты еще скажи с Егором. Сейчас они разойдутся, и ты уйдешь. Но я пойду пока к ним проверю. Никуда отсюда не уходи. Дай его тут. Представь, я тебе не могу этого Егора поисточу над домом. Смешно просто. Иди принеси мне чипсы. Тогда дай мне пульт. Ничего я тебе не дам. Я буду ощущать, что мы с плотом. Егор, ты где? Я здесь. Так, мама с папой пошли спать мелкой. Я сейчас разгоню и принесу тебе твои вещи. Хорошо, что они их не заметили. Здесь оденешься и быстро уйдешь. Давай, давай, давай. Так, чего это вы еще не спите? Нам папа разрешил еще пять минут посмотреть. А? Вы эти пять минут уже полчаса смотрите. Ну-ка быстро спать. Да останется же кому-то жена, а? Быстро. Карина, ревновать беременную жену, это странно. Согласен, глупо. И потом, Лев, уважаемый стоматолог Израиля, он собирается здесь открывать клинику, берет меня на работу. Серьезно? Ну, конечно. Почему ты об этом не говорила? Я тебе об этом говорила, ты меня не слышал, ты слышал только себя. Ну, прости, больше не буду. Я надеюсь, потому что завтра мы с ним встречаемся. Как встречаемся? Опять? Да это уже смешно. Ах, тебе смешно. Ладно, смейся всю ночь. Одна. Папочка! Аджан. А ты почему здесь? Потому что там твоя мать смеет. А ты почему в обуви на диване? Ты что, здесь спать будешь? Да, я буду здесь спать. А, ну хорошо, ну ложись. Отдыхай, бедный папочка, все тебя достают. Достали, маменька, достали. Тебе телевизор включить? Включи, папенька. Ты одна моя хорошая. Я твоя хорошая. Ну, ладно. Ну, отдыхай. Угу. Я смотрю, ты не рада, что я пришла. Как, не рада, очень рада. Кстати, я в карте узнала, что я здесь. Ну, еще не показывай. Костя сказал. Ну, все шахматы покажите. Ну, все. Папа поссорился с мамой. Это надолго. И что теперь делать? Будем ждать, пока он уснет. Марина, подъем. Пол одиннадцатого. Ты спал? Нет. Я тоже. Как я выгляжу? К сожалению, очень хорошо. Хватит, милый, не начинай. Пожалуйста, мы это уже обсуждали. Вот ты туфли одеваешь, которые со мной ни разу не одевала. О, Боже мой. Ну, просто ты не любишь, когда я выше тебя, понимаешь? А может, не пойдешь никуда? Хорошо. Давай я позову Леву к нам, придет в гости. Нет. Нет? Тогда я пошла. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю. И на душимость. А как? А мне твой природный аромат нравится. Марин! Марина! Да подожди. Мама уже ушла. Я сейчас папу отвлеку, а ты быстро смоешься. Марина! Да чего? Да я в туалет хочу. А ты потерпеть не можешь? Да я всю ночь терпел. Папочка? Да, да. Доброе утро. Привет. Мама ушла? Да. Ой, а мама-то наша. Секси еще? Нет, нельзя так про маму говорить. Что значит секси? Я пошутила, пошутила. Марин, привет. Я в ванной. Папа, сделай мне, пожалуйста, кофе. Я? Вика, ты что делаешь? Я в ванну хочу принять. А в чем проблема? Ты не должна этого делать. Чего это? Просто папа поссорился с мамой, и он хочет устроить ей сюрприз – генеральную уборку. Уборку? Ты помнишь, чем это закончилось в прошлый раз? Зачем же мне это все мыть-то, папа? Ну я же девочка, вон все тапочки мокрые. Ну я же девочка, я красавица. А зачем мне этот... Молодцы, девочки. Вот, мама придет, скажет, какой хороший папа. О нет, я валюсь дома. Ай, как горячо. Почему ты прибежал сюда, а не на выход? Потому что я, мне надо было. Пожалуйста, выйди, я прошу тебя. Маленький, а твой кофе остывает. Спасибо. Так, значит, мама сейчас встречается со своим ухажером? Бывшим. Ну да, бывшим. А ты читаешь газету. Да, Маленький, у папы сегодня выходной, он сидит дома и читает газету. Что тут такое? Нет, ничего. Ну, просто мама сейчас где-то со своим ухажером в красивом платье, в новых туфлях, а ты просто читаешь газету. Да. Да. Но у нее деловая встреча. Папа, мне кажется, о делах можно было и по телефону поговорить. Ну что, давай, может, для начала повескарику, да? Мне нельзя. Ну что, такое-то, за рулем? Нет, я беременная. А ты что? Да. Поздравляю тебя. Спасибо. Давай тогда, может быть, по глотончику винаю. Это, кстати, полезно. Да, давай. Давай. Ты хотела о совместной работе поговорить. А, да. Да. Знаешь что, давай что-нибудь заказывать. Прости, пожалуйста. Поговорю, ага. Карина, милая, что-то случилось? Нет, нет, ничего, что-то. Я просто позвонил, узнать, как дела. Как? Ну, я же тебе говорила, я с Левой встречаюсь. Мы обсуждаем возможность совместной работы. А с девочками все в порядке? Все хорошо. Девочки ушли в кино. А, ну, очень хорошо. Но я скоро буду милой. Не спеши, что ты. Посидите и пообщайтесь. Вы же давно не виделись. Хорошо. Ну, вот видишь, у мамы деловая встреча. Что это? Это, наверное, фен упал. Я пойду посмотрю. Ты говори, поговорить хотел о деле. А, да. Да, ты права. А когда-то же надо. Ну, расскажи. Скажи, как работать, как... Ну, ты что могу сказать? Я хороший специалист, большая клиентская база и хорошие рекомендации. Ты можешь меня взять на работу? Что, прости? Понимаешь? Ну, просто... Ну, очень деньги нужны. А, подожди, я что-то не понимаю. Ты же говорил, что ты лучший специалист Израиля. Да, так оно и есть. Я лучший специалист, но просто, понимаешь, там же все лучшие специалисты. И ты не представляешь себе, какая конкуренция ни у кого работа не вырвешь. Слушай, я что-то не понимаю. Ты же говорил, что хочешь открыть здесь стоматологическую клинику. Да, я хочу открыть стоматологическую клинику. Ну, а кто не хочет в Москве открыть стоматологическую клинику? Алло, это ресторан? Да, да, ресторан. Здравствуйте, это Карен говорит. Друг Арташес Саркисевича. Скажите, там у вас сидит очень красивая блондинка в новых туфлях. Ага. И рядом с ней какой-то такой очень неприятный тип. А, да, вижу, вижу. И что они делают? Ничего, сидят, вино пьют. А сейчас... Берет ее за руку, пододвигается, обнимает и целует. Алло. Да, папа, это фен упал. Какой фен? Ты куда? Туда. Быстро выходи. Все, ты знаешь, в одних тапках пошел. А, ты заметила, да? Молодец. Слушай, а что это за туфли? А это мы с мамой тебе в прошлом году подарили, но тебе они сразу не понравились. Почему? Хорошие туфли. Правда, великоватые. И что теперь делать? Что, что? Считай, что ты сделал подарок будущему тестью. Наташа! Хороша, слушай, мало того, что этот наглец тебя лапал, теперь еще околачивается у меня во дворе. Что? Как? Вы что, думаете, я ничего не знаю, да? Я сижу дома, газеты читаю, я все знаю. Я знаю, как вы целовались и обнимались. Откуда ты это знаешь? Как откуда? Потому что я подключил весь свой административный ресурс. Что ты подключил? Ресурс. Я позвонил в ресторан, и мне администратор все рассказывал, как вы сидите и целуетесь. Ну-ка, позвони, пожалуйста. Хорошо. Подожди. Я хочу, чтобы он при мне сказал, что я целовался и обнимался. Тихо. Алло. Слушай, это опять Карен. Ну а насчет той пары? Да, что сидели? До сих пор сидят. Целуются? Ну ладно. Пусть целуются. Лев, ладно. Ну-ка. Извини. Ну хорошенько. Дорогой ты мой. Ты мой дорогой. Ты. Слушай, ты постарел. Да. Пермалент. Слушай, что вы на улице? Пойдем к нам. Не-не-не. Хороший гонят парень. Не-не-не. Я перебрал. Да. Слушайте. Одна просьба. Если это, конечно, удобно. Денег на такси. Немножко. Да. Ребят, спасибо. Карен, ничего не хочешь мне сказать? А что говорить? Что-нибудь случилось? Слушай, тебе 49 лет, ты ведешь себя к вам. Знаю, как мальчишка. Мне уже об этом говорили. Угу. Слушай, может, это от того, что я тебя очень люблю. Может, не надо так любить? Нет. Вот любить, пожалуйста, так надо. А ревновать не надо, пожалуйста. Ничего. Ничего. Я вообще платил. И как я в этом пойду? Что это вообще за обувь? Ой, Егор, здравствуйте. Егор, ты что здесь делаешь? Да, Егор, ты зачем пришел? Соскучился. Ну, я же тебе говорила, что мой папа запретил нам видеться. Я же армянская девушка. Я не могу видеться с мужчиной без разрешения отца. Уходи. 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 Молодец, дочка. Я очень рада, что я у тебя молодец. Ну, знаешь, папа, возможно, именно сейчас ты разрушил мое счастье. Ну, ничего. Я же русская. Я выдержу. Ну, что, Карлин, везде отличился сегодня. Что? Что? Что у тебя за ботинки? Это ты у меня спрашиваешь? Да. Ты же сама их купила в прошлом году. Я не помню. Заходи, заходи. Проведать пришел. Давно тебя не было. Проведать? Кого? Вы кто? Как кто? Я же Марине. Ты что, забыл меня, папа? Марине? Маринечан, а почему ты такая? Какая? Старая. А где твоя молодость? Где твои лучшие годы? Их и не было. Я всю жизнь тебя любила, папочка. Все мужчины были недостойны меня. Так и прожила всю жизнь одна. А что это вы вяжете? Платье. На свадьбу для Ануши. Хорошо, что ты хоть ей замуж разрешил выйти. А где Ануши? Я здесь, папа. Ануши, где? Это я. Твоя маленькая принцесса. Папочка, ты же не будешь против, если мой будущий муж окажется не армянин. Нет, конечно, Балюша. Понятно. Ты всегда эту соплю любил больше, чем нас. Вика! Пап, ну чего она начинает? Все, девочки, прекратите, успокойтесь. Ну что, папочка, ты доволен? Я изменюсь. Я исправлюсь. Обещаю, девочки, исправлюсь. Исправлюсь. Доброе утро, мои красавицы! Доброе утро! Какие у тебя планы на сегодня? А какие у меня планы на сегодня, папенька? Не понял. Это ведь ты решаешь, какие у меня планы на сегодня, на завтра, на всю мою жизнь? Ой, как бы. Спасибо мамочку, все было очень хорошо. На здоровье, на здоровье, кошечки. Ты куда? Как куда? В монастырь. Курьер приехал, привез книги по журналистике. Как зовут? Не знаю. Рост, вес и политические взгляды пока неизвестны. Как только его увижу, обязательно уточню и доложу. А вы? Да. И отношения к армянам обязательно выясню. Твое воспитание. Ну ты что, с ума сошел? Ты бы еще с оркестром сюда приехал. У меня чуть сердце не остановилось, когда я СМС от тебя получила. Слушай, ну я ж соскучился, я столько тебя не видел. Ну хорошо, пошли. Куда? Ну как куда? На крышу? Ты же самоубийца, раз сюда приехал. И папу жалко. У него первый раз за последние несколько дней хорошее настроение. Я прошу тебя, уезжай. Ну на хотя бы цветы. Что я скажу? Нашла или курьер подарю? Я вечером тебе позвоню или напишу. Пока. Пока. Доволен? Знаешь чем закончится? Что единственным мужчиной в ее жизни будешь ты. Я при чем? Как при чем? Ты был против Егора, когда они еще даже не познакомились. Я? Ты? Я никогда не был против Егора. Никогда. Отожди. Ну Беть, ну Беть, ну Беть. Вот тебе захамцевать. Вот тебе занаблость. Я тебя убью. Я тебя шею слезу. А ну ты что отсюда? Карен. Слушай, а ты не думал, что это может быть ее судьба, Егор? А ты не думала, что я ее отец? И пусть она делает все, что я ей говорю. Да, как интересно. Знаешь, если бы ты делал все, что говорили твои родственники, мы с тобой никогда не были вместе. Твоя мама всегда была против меня. Как твой курьер? Курьер как курьер. Приехал – уехал. Спасибо за завтрак, мамочка. На здоровье, солнышко. Я всю жизнь тебя любила, папочка. Те мужчины были недостойны меня. Так и прожила всю жизнь одна. Что ты не ешь? Я не люблю овсянку. Ну так, что случилось, Карен? Саватанин, кто тебя расстроил? Кажется, первый раз в жизни я сам себя расстроил. Слушай, Майне поссорил с этим Егором. Ну, я об этом немножко виноват. Ой-ой-ой. Первый раз в жизни вижу, как армянин признается, что он в чем-то виноват. Слушай, ты еще вчера сам хотел, чтобы они расстались? Вчера хотел. Сегодня уже не хочу. Карен, давай подождем до завтра. Ты опять поменяешь свое мнение. Еще встаньте на свои места. Поговори с Мариной. Она меня слушать не станет, понимаешь? Я, кажется, разрушил ее судьбу. Ну, поговори с этим Егором. Да, вот сейчас возьму и позвони ему. Буду умолять о встрече. Вах-вах-вах-вах. Знаменитая беспощадная армянская гордость. А это твое знаменитое грузинское астрономие. Хорошо. Дай телефон этого Игоря. Не Игорь, Егор. Ну, какое имеет значение? Давай. Зачем? Давай, давай. Чем он занимается? Компьютерами, оптимизацией интернетом. Алло. Игорь, здравствуйте. Игорь. Здравствуйте. Давид меня зовут. Мне вас рекомендовали как профессионала. Мне понадобятся ваши услуги в оптимизации-то. Да, 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 поисковой. Ну, мне нужно, чтобы все красиво было. Ну, как вы умеете. А что конкретно интересует, а можно это не по телефону? А через час удобно? Отлично. Ты же не хотел умолять его о встрече? Пусть это произойдет случайно. Каренчан. Я выигрываю. Давай сюда. Здрасте. Егор? Давид. Давид. Я так и знал, я так и знал. Пойдемте. Мы, Егор, договаривались насчет раскрутить сайт. Что раскрутить? Сайт. Ну да, сайт. Мы по телефону договорили, я подумал. Знаете, я предлагаю покупку трафика через систему контекста рекламы. Это будет тематический трафик высокого качества. Снакомый? Ну да. Друг? Почти. Твой друг, мой друг. Дорогой, прости. Как тебя зовут? Карен. Как? Сурен? Карен. Кстати, насчет качества. Сурен. Карен. Какая разница? В этом ресторане делают самые лучшие хинкали в Москве. Сейчас пойду и через пять минут вернусь. А, подождите, а дела? Дела? Дела. А, Давид Ревязович, простите, что я вас отвлекаю. Там баранину привезли. По накладным не сходятся. Вот видите. Я сейчас вернусь. Вы пока посидите, побеседуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что мы с тобой как глуханимые сидим? На самом деле, Егор, я хотел с тобой просто поговорить. Света, что ты себе позволяешь? Видите, с подруга сидят, общаются. Ну-ка, все собрала и бегом на кухню. Ссоры. Егор, я серьезный человек. Карен Григорьевич, если бы меня опять... Зачем ты меня все прерываешь? Дай поговорить. Вот. Опять? Нет, нет, нет. Дорогой, я хочу с тобой просто поговорить. Спокойно. Как? Спокойно, да? Да. Слушай, я готов поспорить, что вы даже минуту не выдержите и начнете на меня опять орать. Ты готов поспорить? Я спорю уже. Ну, давай поспорим. Давай. Вот давай с тобой поспорим. Ну вот. Ничто так не сближает, как крепкое мужское рукопожатие. Молодцы. Давай. Вот вы попались. Карен, Давид, где вы там? Когда в гости приедете, целый месяц только обещаете. Шашлык, вино. Слышать даже не хочу. На выходные жду. А то обижусь. Дорогой, извини, что прервал вашу беседу. Ничего. Спасибо. Даже помог. Егор, честно говоря, я не понимаю, зачем в этот цирк устроили, но я в этом участвовать не хочу. А вы, Карен Георгиевич, я взрослый человек. Молодец. Че, молодец. Гениально. Хороший план. Ты поймешь, что ты сейчас вообще все испортил? Что мне сейчас делать? Ты знаешь, как разговариваешь, как моя третья бывшая жена. Скажи ты мне, что тебе дороже, твоя гордость или твоя дочь? Она дочь. Тогда возьми телефон, позвони этому Егору и скажи все, как есть. Нет. Бери телефон, звони, я тебе говорю. Че? Иди. Иди, иди. Егор, это Карен Георгиевич. Бросил трубку. А звони с такого телефона, с которого он тебя не сбросил. Понял? Ну, дай свой. Он мой тоже знает. Папа, что ты тут делаешь? Нам надо поговорить. Неужели? Знаешь, папочка, я больше не хочу услышать, что ты мне скажешь. Ой. Что такое? Ой, слушай. Что такое, папочка? Сердце защемило. Сердце? Да. Да. Я в скорую звоню. Не-не-не, не нужна скорая, не нужна. Сбегай в Африку за магидольчиком, пожалуйста. Ага. Я быстро. Да. Моя маленькая принцесса. А конкретней? Не понял? Папа, я тебя очень хорошо знаю. Вообще, что тебе нужно? Кстати, я ложу спать. А что, папа не может нормально поговорить со своим? Понял. Ты не могла бы помочь мне отправить с телефона Марине эсэмэс Егору? Я в ваших айфонах ничего не понимаю. А зачем? За сто рублей. Ну, за двести я бы могла. Ну, а что, дома эсэмэс подорожали? Ладно, согласен. Прошу. Прошу. Что писать? А, да. Вот. Пиши. Дорогой Егор, где ты? Если бы я могла это знать, я бы приехал. Степа. Что все? Все. Написала и отправила. Что написала? Ты где? Вот. Мы пишем эсэмэску, а не книгу. А, ну да. Ой. Что там? Так. У меня был трудный день. Ага. Потом все расскажу. Не по телефону. Сейчас зашел ролик. Вот. Потом тебе расскажу. Ага. Ты как? Молодец. Протри, верни Марине. А скажи, пожалуйста, где этот ролик? А, Оня. На Кропоткинское. Спасибо. Привет, красавчик. Что хрустим? Могу поднять настроение. Да я боюсь, ты надорвешься. Давай как-то сам. А ты можешь вот сесть и заказать за мой счет. Ну смотри. Я за тобой наблюдаю. Привет. Привет. Почему ты не делаешь уроки? Я делаю. Где все? Я не знаю. Я за всеми не слежу. Ах, ус. Пап, я вернулась! Папа! Папа! Где он? Кто? Папа. Он отправил меня в аптеку за валидолом. Куда он подевался? За каким валидолом? Так, телефон, быстро. Набирай его. Да господи, дайте телефон-то кто-нибудь. Привет. Может, выпьем? Извините, милая, я за рулем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Ого! Карен Георгиевич! А что это в таком месте делает такой нравственно правильный пример для своей дочери, ее отец? Перестань, Егор. Ты понимаешь, в последнее время, в связи с сложившимися в последнее время обстоятельствами, ну, включая сегодняшний ресторан, я пришел, чтобы... Чтобы что? Ну, чтобы... Что? Чтобы что? Что? Ну, чтобы что? Что? Ну, чтобы... Чтобы... Ну, что? Поговорить. Поговорить с тобой, как с мужчиной. Так. Так. Потому что... Долго молись не слушай! Что ты все время пертишься? Ты что, торговец или клоун какой-то? Что это все крутится? Позь его. Крутится. Крутится. Он не подходит. Я волнуюсь. Ануш, ты же была дома. Куда папа ушел? Ничего не знаю без ста рублей. То есть ты знаешь, но молчишь? А что, это очень важно? Очень важно. Конечно, важно. Ну, тогда триста. У тебя совесть есть вообще? Папе может быть плохо. Если бы ему сейчас было бы плохо, он бы поехал в больницу, а не в папу. Какой папа? Роллинг. К Егору поехал. Егор, ты знаешь, в последнее время у нас с тобой сложились... Мягко говоря, не очень хорошие взаимоотношения, да? Это очень мягко говоря. Да, мягко. Очень, вот. И... Ты знаешь, я долго думал о тебе, о Марине. Я вижу, как страдает моя... Ну что, я соскучилась. Саша. Я думал, он пришел сюда. Сидит, страдает. О моей дочери думает. А он здесь шашни водит с этой... А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Браво! Какой... реалистичный спектакль, а! Ой-то, какая прелесть! А-а-а! Ну, только я в это не поверю. Особенно после сегодняшнего ресторана. Да-а-а! Ну, скажи, скажи, сколько этот дядя тебе заплатил, а? Ну, сколько вы заплатили этой курице? Да пошел ты! Молодец! Что я тебя рядом со своей дочерью больше не видел Так, все, стоп, все, хватит, мне это надоело Я терпел и молчал только потому, что я люблю Марине И очень хочу быть с ней вместе И если какой-то напыщенный индюк считает, что он может контролировать каждый шаг своей дочери То это его проблема, а никак не моя Слушай, сейчас вот здесь при всех, при этом клоунь И это ты меня индюком назвал? Что, дайте, пожалуйста Пойдем, я тебе, она очень как надо со старшими говорить, выйдем Что за детский сад? Вы что, драться со мной будете, что ли? Я тебя выйдем буду Выйдем, что А я пойдем, я тебе говорю, что они поиграют, а? Щенок! У меня пиво! Извини Смотри, куда прешь Для тебя нос обзор загораживает Что? Что слышал, вали отсюда Ну-ка, пойдем, выйдем Вези сюда Пойдем Вези, не, вези Пошли Что это за день-то сегодня такой, а? Слушай, вот зачем ты, ох, зачем ты полез? Я бы сам справился Я видел, как вы там справлялись Нет, я просто не успел размяться Скорее! Егор! Скорее! А вот сейчас там действительно попадет Вы что, подрались? Нет Мне сказали, что вы подрались Я сейчас тебе все облился Сейчас мне его там все Простите, Егор! Нет, не кричит, а я объясни Послушай, ты взрослый человек Зачем я... Егор, слушай Как тебе не стыдно? Папа в два раза старше себя Как ты мог? Что с тобой? Зачем его побили? Я не... У него все на лице написано Я его не трогал Нет, я его не трогал Да ты опять все испортил? Да он не виноват! Ну да, он приехал ко мне поговорить Но без крика, без оскорблений И все было нормально Простите, до того момента Пока я не ввязался в драку С этими придурками на выходе А Карен Георгиевич За меня вступился Ну что значит вступился? Это он бы сам справился Егор, это правда? Правда? Конечно, правда О, Господи! Ущипните меня! Ну ты понимаешь, за что я один бы справился Я бы не дал ему даже рукой пошевелить Но теперь вижу, что не наглей А вам уже получше, да, Карен Георгиевич? Ты знаешь, это вот... Ну как повторять эту историю в Гаграх? Помнишь? Да помню я этот ужас У них было пять-шесть человек подошли Ну ты вспомни, как я себя повел Потому что так было в мое время А теперь, что я молодец, вот Руку убери Вот Карань, тебя не хочешь вспомнить в этом возрасте? Я так не делал Я никогда руку не опускал Вот ты говоришь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok